В Чувашии завершились праймери с предварительные внутрипартийные голосования. В субботу с кандидатурой на пост главы Чувашии определились выборщики восьми муниципалитетов. Первыми предвыборные программы потенциальных кандидатов выслушали выборщики Батревского района. Все те программы, которые инициировала партия Единая Россия, они эффективно реализовывались, реализовываются и будут реализовываться. Какие они? Это программа политической партии «Российское село», детские сады «Дети», объекты спорта любителям спорта, как и млад, так и стар, дальше новые дороги к городам России. На уровне правительства, начиная с 2016 года, начнет работу программа уже строительства новых общеобразовательных школ. Кроме этого, это команда, формирование команды и намышленников для того, чтобы разрешать и решать все эти вопросы, которые есть. Михаил Игнатьев также подчеркнул, что главной задачей правительства остается повышение качества жизни населения, в том числе сохранение государственной поддержки особо нуждающимся. Предварительное голосование по определению кандидатов – практика, опробованная несколько лет назад на выборах в госсовет. Однако в этот раз выбрана наиболее демократичная модель – праймерис, при которых обеспечивается максимальная открытость кандидатов. Процедура тайного голосования проходит абсолютно честно, прозрачно. Такая процедура, она больше ни одной партии не поддерживается. Помимо Михаила Игнатьева, проверить свои политические силы решили еще семь человек – врачи, учителя, общественные деятели. В своей программе я бы остановился в дополнении к тем приоритетам, о которых говорил Михаил Игнатьев, чтобы наши молодые люди получили помощь в самоопределении, в целеполагании, в проектной деятельности. Потому что тогда они смогут создавать новые компании, они смогут создавать новые рабочие места. И добавим сюда приоритет республики в плане поддержки предпринимательства. И вот вам, пожалуйста, экономический эффект в виде дополнительных ресурсов на решение социальной задачи. У выборщиков всех трех муниципалитетов была возможность задать кандидатам свои вопросы. Интересовались, к примеру, планами развития села и сельского хозяйства, дальнейшим усовершенствованием системы образования и здравоохранения. После знакомства с предвыборными программами обсуждения несущих вопросов состоялось тайное рейтинговое голосование, в котором участвовали выборщики партийных отделений. Батаревского, Шимушинского, Яльчикского, Канажского, Янтиковского, Цивильского, Красноармейского, Чебоксарского районов, города Канаж. По итогам голосования за кандидатуру в Рио главы Чувашии Михаила Игнатьева в Батаревском районе проголосовало 194 из 200 выборщиков, или 97%, в Канаже – 92%, в Цивильске – 93,9% избирателей. Михаил Игнатьев поблагодарил всех за доверие. Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика.